Сегодня мы с вами откроем секретные лаки-блоки в GTA 5. Всё будет зависеть от нашей удачи, и прямо сейчас призрак у тебя будет 3 секунды, за которые тебе нужно будет поставить лайк. Если успеешь, то удача будет всегда на твоей стороне. Ребята, вы просто гляньте на это огромное количество лаки-блоков, которые находятся справа по курсу. Так, нужно немедленно садить самолёт и возвращаться к нашим лаки-блокам. Сегодня, ребята, мы их с вами откроем. Ну что ж, друзья, всем привет! С вами, как всегда, я Гост, и сегодня мы откроем необычные лаки-блоки в GTA 5. Я думаю, многие из вас знают, что такое лаки-блоки, и что в них спавнятся рандомные вещи. Так вот, ребят, их маленько улучшили, и сейчас в них может появиться ещё большее количество странных и очень необычных вещей. Каких именно, я и сам, ребята, не знаю. И вот сегодня вместе с вами мы в этом разберёмся. Ну что ж, ребят, не забудьте поставить обязательно лайкос под этим роликом, потому что я очень сильно для вас старался при подготовке к сегодняшнему ролику, и мне будет очень сильно приятно. А для тебя, дружище, это всего лишь пару секунд. Поэтому лайк! Конечно же, подписка с тебя, так же, если ты ещё не в семье призраков, вступай в неё. И обязательно колокольчик не забудь нажать, чтобы смотреть все ролики самым-самым первым. Ну что ж, давайте-ка будем с вами уже приступать. Пожалуй, начнём с маленьких лаки-блоков. Я думаю, так будет намного логичнее. И открываем первый. Я, честно говоря, даже боюсь, и нам выпадает сразу же тачка! Я такую машину никогда, ребята, не выбивал! Вы просто зацените этот огромный самосвал! Офигеть! Вот такой вот, ребята, у нас крутой, шикарный даже лаки-блок. В принципе, я думаю, что мы с вами неплохо так открыли с первого же лаки-блока, ребята. Это реально необычная тачка, я такого никогда раньше не выбивал. Так, открываем следующий. И нам выпадает очень всё грустно, ребята. Это калаш! Ладно, может быть, это какой-то предлог, чтобы я открывал при помощи этого калаша лаки-блоки. Давай попробуем! И фейерверк сразу же встречает нас. Как бы говоря о том, что, дружище, иди дальше, и тебя ждёт нечто крутое. Так, следующий лаки-блок. Нет! Ну чего? Мы почти все маленькие открыли. Дать что-нибудь хорошее ещё! У-ху-ху! Вот это вот я понимаю, ребята, пушки. Пушки и гигантское количество разных-разных пушек. Все их даже не собрать. Как вот мне сейчас так пробежать, чтобы их все собрать? Придётся сто раз пробежать по этому месту, чтобы собрать эти пушки. Всё! У меня никак не было столько оружия. Так, ладно, хорошо. Давай попробуем открыть молотком. А, блин! А! Что? Какого фига я превратился в пёсика? Да ну нафиг! Тревор, возвращайся! Ты мне ещё нужен! Ну офигеть, блин, ребята! Необычный! Вот реально необычный лаки-блок, и мы с вами просто превращаемся в такую собачку. Очень круто на самом деле. Эй! Открывайся! Нифига себе, какой прочный лаки-блок! Видимо, для них, ребята, нужно что-то помощнее. А-а-а! Точно не гранатомёт! Дробовик хотя бы! Ох, что... Что там такое? Погоди, это... Это, погоди, это из среднего лаки-блока нам спавнится теннисный мяч! Что? Погоди, это не теннисный мяч. Это ведь не теннисный мяч! Ничего не происходит, но Тревор кинул этот мяч так, как будто это граната, блин! Офигеть! Так, следующий лаки-блок. Ух ты! Выпадает, ребята, гоночный велосипед. Необычный, с ускорением, на котором можно разогнаться. Это очень-очень сильно, ребята! Я думаю, километров 200 на нём точно можно набрать. Ускоряется, причём он вообще просто моментально всё! Спидометр просто перевалился с 90, даже не показывает нам, какая у нас скорость. Ну, я думаю, где-то в районе, ребята, 200. Так, что-то мне подсказывает, что следующий лаки-блок будет очень крутым или необычным. Давай попробуем его открыть! Ух ты! Да, ребят, выпадает тачка. Ну, маленькая чуйка меня подвела. Но всё-таки, ребята, это очень даже неплохо. Тачка хорошая, гоночная, такая спортивная, знаете. В принципе, неплохой такой подарок. У нас в коллекции уже, ребята, с вами три вида транспорта. Огромное количество оружия. И скин собачки, который, я не знаю, зачем он мне нужен. Но ладно, пусть будет. И RPG следующего лаки-блока. Ох, блин. Я не знаю, ребята. Последний средний лаки-блок. Что выпадает? Миниган, блин! Я уже выбил столько пушек! И зачем мне ещё один миниган? Я понять, ребята, не могу просто, чтобы с него вот так вот расстреливать тачки, наверное. И у нас с вами остались, ребята, самые жирные лаки-блоки. Это высокие лаки-блоки. Самые большие из которых может выпасть реально что-то очень годное. Очень сильно волнуюсь. Хочется выбить по-настоящему что-то интересное. Ну, давай попробуем. Начнём с первого. На всякий случай отойду! Ух ты, блин! Фейерверк! И посмотри! Девушка? Эм, мадам, вы чего тут стоите? Ух ты! Ребят, мы с вами открыли неплохой такой лаки-блок. Но, на самом деле, мне нужно что-нибудь другое. Да. Давай, попробуем открыть этот. Хорошо! А-а-а! А-а-а, блин! Тихо! Тихо! Ух! Капец! Что за взрывы такие? Лаки-блок с РПГ! Вот это неждан! И также здесь у нас, посмотрите, стоит Джимми и Аманда. Эй, ребят, вы тут чего забыли? Что вы делали в моём лаки-блоке? Расскажите мне. Вы хотите подкрывать их вместе со мной, что ли? Да! Так, Джимми, братишка, проваливай вот сюда. Дай мне открыть лаки-блок. Ну, раз вы хотите стоять на линии огня, ладно, в принципе, ваше дело. Чё? Я просто уже убедился, что лаки-блок может быть опасен, поэтому открывай аккуратно. Что? Это чё? Стой. Так, нам выпала какая-то штука. Что это такое? Погоди, я понять не могу. Это какой-то... А! Это фаер? Зачем мне фаер сигнальный? Так, стой. Погоди, какая-то непонятная инопланетная фигня. А, ты двигаешься инопланетная фигня? Что это такое? Пишите в комментах, ребят. А зачем фаер? Что-то прилетели инопланетяне, что ли? О, нет, ребят, надо быстрее открывать следующие лаки-блоки. Так, спрячемся за этой штукой. А! Эй, блин! Опять? Ну, вот так вот. Открываешь лаки-блоки, открываешь, открываешь, и в итоге превращаешься в птицу. Офигенно! Ох уж эти превращения. В кого меня ещё, блин, превратит? Может, в мегалодона какого-нибудь? Так, ребята, следующий лаки-блок. И нам тут выпадает, посмотрите, кто. Вот такой вот маленький пёсель. Эй, пёсель, дружище, хочешь быть моим другом? А может, у тебя ещё есть друзья? Может, у тебя ещё есть маленькие собачки, которых можно будет взять сейчас с собой? Так, а... О, блин! Предпоследний лаки-блок, ребята! И в нём риббит! Да ну нафиг! Эй, риббит, давай дружить! Давай дружить, дружище! Погоди, он вроде не нападает. Эй, риббит! Ты будешь моим другом? Да ну! Ребят, посмотрите, это не агрессивный риббит. Это лаки-блок Трэвиса Хендерсона, блин. Офигеть, он реально тут прям, ребят! Вот он стоит, он не нападает на меня. Блин, как же круто! Теперь с нами будет ходить риббит, и он, кстати, один из самых сильных монстров Трэвора Хендерсона, с кем я встречался в GTA 5. Он реально просто капец какой мощный! Так, дружище, пойдем, отходи от следующего лаки-блока, потому что Вика узнает, что там будет внутри. Может, тебя вообще взорвет. Давай аккуратно! И тут у нас... Посмотри-ка! Это Франклин! Эй, друг Франк, здорово, посмотри! Я сюда привел риббита! Вот так вот, теперь он будет дружить с нами. Такой... О-о-о! Привет, риббит! Риббит тоже с ним здоровается. Так, качает своими лапками. Офигеть! Ну, что, ребят, могу сказать? Меня риббит будет защищать, если на меня кто-то будет нападать, например, полиция. Давай-ка их, в принципе, сюда вызовем. Так, Франклин, прости, я должен уйти, потому что я должен показать риббита, риббита, что будет делать риббит, когда на меня будут нападать противники. Вот копы летят, хотят со мной драться. Давай по ним постреляем сейчас. Эй, риббит! Ты видишь, на меня напасть хотят? Эй! Помогай давай! Ну ты чё? Риббит! Сражайся с вертолетами! Ты же можешь их сносить. О! О! Куда? Куда полетел? Эй, риббит! Вон он! Смотри, дерется! Дерется с копами! Офигеть, блин! Просто! Просто вот так вот мнет копов! А вертик снимешь? Эй, дружище! Вон, вон, вертик высадился, нифига себе! Да, он там просто разбирает всех, короче, налево и направо. Вы просто гляньте на это, блин! Риббит, офигеть! Просто теперь... Ребят, теперь нас точно никто не выиграет в GTA-шке 5. С нами бегает вот такой вот сильный, опаснейший монстр Тревора Хендерсона. И просто защищает нас от всех. Это очень круто, на самом деле. Ну что ж, ребята, вот такие у нас сегодня с вами были крутые лаки-блоки. Если честно, я даже не думал, что мы выбьем что-то подобное. Это очень круто! Если вы, ребят, захотите увидеть вторую серию подобных лаки-блоков в GTA 5, где мы также с вами их пооткрываем, посмотрим, что может выпасть еще, то прямо сейчас с вас лайкосик, конечно, подписка на канал, а это просто обязательно, и колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик, если такой вдруг выйдет. Он там кушает кого-то! Посмотрите, просто летает и кушает кого-то. Все по звукам просто хрумкает. Эй, приятного аппетита, ребят! Ну, не забывай, не забывай меня прикрывать, дружище. Давай там, пойдем со мной, надо в город уходить. Ладно, ребят. Ну что ж, я побежал вместе с ребятом захватывать Лос-Сантос, а вам всем еще раз желаю, конечно же, удачи и с Новым Годом, ребята! Всем пока-пока-пока! Призрак, спасибо, что ты смотрел видосик до конца, и хотел бы тебе напомнить еще о том, что у меня также появился свой инстаграм, который я веду каждый день, выкладываю туда различные истории, фотографии и прочее. Так вот, если ты хочешь подписаться, то можешь отыскать ссылочку в описании под этим роликом и в закрепленном комментарии. Обязательно заходи и подписывайся, я там также периодически отвечаю на комментарии, либо в директе, когда у меня получается. Но в основном, конечно, общаюсь через истории и рассказываю что-то из своей жизни. Давай, дружище, буду ждать тебя обязательно там. Заходи, подписывайся и следи за новостями.